Так, Тимофей, расскажите, пожалуйста, что произошло вчера и где, как и чего с самого начала? Ну, с самого начала это нужно пройти немножко в ту сторону. Там рынок, да? Да, ну это все территория, в принципе, рынка. А шел по телефону, разговаривал. Тут подскакивает господин Бирюков, начинает это неадекватно себя вести, орать матом. А он какие-то претензии предъявлял? Ну, там основная претензия здесь, ну, если перевести на русский литературный, убирайся с этого города. А в связи с чем? Ну, что я тебя здесь не видел. В связи с тем, что месяц назад, ну, чуть-чуть больше, мы снимали видеорепортаж по поводу его нападения на Свободовца. Разыскивали как раз в больнице, действительно ли он там находится, лежит, нет. Потому что по информации он тоже получил какие-то травмы и увечья и тоже там находился. Понятно. То есть ему не понравилось то, что вы собирали, то есть, информацию о нем, да? Ну, я не просто как без лица собирал информацию. Было задание редакционное, я его выполнял. То есть он знал, что собирать информацию как журналист, и именно это его и не устраивало, да? Ну, скорее всего, да. Хорошо. И чем закончился этот словесный конфликт? Дракой. Он меня отлупил там, потом притащил сюда, здесь. Вот. И что дальше происходило? Дальше я направился вот сюда, вот в Абжору, попросил охрану вызвать милицию. В принципе, там стоял 20 минут, ждал милицию. Милиция не явилась, явился опять он. В принципе, вот продолжился конфликт здесь, ну, до этого места. Потом перешел через дорогу, там стоял пост ГАИ, я попросил их все-таки вызвать, ну, наряд или... Наряд прибыл, да? Нет, наряд не прибыл, меня ГАИ привезли. А, ну все-таки они привезли в городе, да? Да, да, да. Написали заявление там? А, где там написал заявление. А потом что происходило? После этого пошел в травмпункт ЦГБ, мне лейтенант сказал, иди туда, направляйся, там сразу же, оформляй справки и все остальное. Я сходил в больницу, там врач осмотрел, сказал, хочется уже сегодня мне явиться, нужно опять в больницу. Возвращаюсь оттуда, по Первомайской иду, где-то, ну, опять же, метров 50-100 прошел от больницы, подъезжают две машины, приезжают путь, оттуда выходит этот Бирюков со своим товарищем. А с каким товарищем? Ну, я так, по фотографиям прошлых материалов, я понял, что это один из, ну, из нападавших на свободовцев, да? Да, нападал на свободу. То есть, это два фигуранта того же уголовного дела? Да, да, да. Я понял, и что произошло, вот вышли они... Ну, снова начали предъявлять претензии, ну, там, там был сплошной только мат, вот. А он был трезвый или нет? Да, ну, трезвый, ну, если за рулем, то наверняка трезвый. Ну, не факт, ну, явных признаков опьянения не было, да? То есть, это на трезвую голову, а... Да, в здравом уме твердой памяти, скажем так. Понятно. И в третий раз тоже нападение было, да? То есть, он применял физическую силу, то есть, да, и опять избил? Да, да, да. Какие травмы получены? Ну, последний раз, да, в пах ударили, потом по лесу, один раз пытался Бирюков ногой ударить, промахнулся, сам чуть не упал. Вали отсюда, ну, подальше, чтобы никаких ментов не было. И после этого еще раз заявление в милицию написали, да? Да, я только вот тоже прошел немного от них, они сразу развернулись, уехали. Вот, созвонили с прокурором нашего города, он говорит, немедленно направляйся опять в город-дел, там тебя будет ждать начальник следствия, я ему сейчас позвоню. Все, понятно. Спасибо.